Приветствую вас. Ну что же, давайте разберем ваш вопрос. Текст у вас достаточно объемный, поэтому я не буду его перечитывать. Я его буду читать и давать свои небольшие комментарии. Итак, буду рада услышать ваши советы, мне очень нужен сейчас ваш совет. Анастасия, психологи не дают советов. Мы помогаем разобраться в себе, но не даем советов. Обычно я случаю свое сердце, но мне оно ничего в этой ситуации не говорит. Открою вам небольшой секрет. Не знаю, насколько, конечно, для вас это на самом деле является секретом. Но открою вам небольшой секрет, вы не случите свое сердце. Дело в том, что если бы вы, если бы вы свое сердце на самом деле слышали, вот как вы говорите, то у вас бы в такой ситуации, которую вы описываете, у вас бы в такой ситуации не возникла. Вот, поэтому извините, но вот я думаю, что вы свое сердце не слышите. Я думаю, что вы свое сердце не слышите от слова совсем. Так что здесь я вынужден, пожалуй, как-то вот несколько подвергнуть сомнению. То, что вы говорите, то, что вы говорите по поводу того, что вы слышите или слушаете свое сердце. Вот, на мой взгляд, вы его не слышите от слова совсем. Вот, ибо сердце вас, ну, не привело бы к такой ситуации, в которой вы, по сути, сейчас оказались. Дальше. Так, меня зовут Анастасия, мне 24 года, учился в институте. Возраст для вас имеет какое-то значение? Встречаюсь с молодым человеком, у него 25, недавно устроился работать, живем практически вместе у него с родителями. Встречаемся два с половиной года. Для вас имеет какое-то значение, что он устроился работать? Как вы, как вы относитесь к тому, что вы живете вместе с ним и его родителями? Ну, то есть, вот, как вас это устраивает, не устраивает? Что значит, вот, практически, ну, то, что вы говорите, да, что практически живем вместе с его родителями? То есть, что это значит, практически, вот. То есть, практически, это как? То есть, ну, на мой взгляд, можно либо жить, да, с родителями вы либо живете, либо нет. То есть, в этой, вот, в этой, в этой ситуации есть, вот, знаете, как будто бы, ну, не знаю, как будто бы какая-то неопределенность, что ли, то есть, как будто бы вы, ну, как будто бы вы вот сами не можете определиться до конца. Да, живете вы с, ну, вот, с человеком молодым своим или нет, да, и, ну, и его родителями, как бы. Поэтому, вот, тут вот есть такой момент, который хотелось бы, наверное, как-то прояснить. Дальше. Значит, он алкоголик, меня в нем все устраивает, кроме постоянного выпивания. Написано большими буквами. Вы столкнулись с зависимостью, соответственно, вы созависимый партнер, изучите, пожалуйста, эту тему самостоятельно. Что такое созависимость? Вам нужна терапия для созависимых, в частности, работа с самооценкой, личными границами, страхами, вот. Это все, ну, вот, необходимо, если вы хотите, ну, как-то выстраивать отношения, да, плюс-минус, ну, здоровые, скажем, скажем, ну, скажем так. Так, вот, а если над этим не работать, вот, то я думаю, что, опять же, ничего, ну, ничего не получится. То есть, если вы, вот, ну, будете, выстраивать свои отношения так, как вы это делаете сейчас, да, то, вот, ничего не получится. Вот. К сожалению. Дальше, дальше идем. Значит, каждый день он выпивает 0,5-2, это он так и расслабляется по его словам. А как вы-то к этому относитесь? Как, когда он начал выпивать с вами или до встречи, знакомства с вами? Он иногда не может себя контролировать и может пить до 6 литров в день. Он хочет, чтобы все было по его желаниям. Если я не соглашаюсь, начинается ругань, во всем виноватый я. Ну, допустим, допустим, это так, что вас мотивирует на то, чтобы продолжать в этих отношениях находиться. Вот. Вы сейчас будете об этом говорить, вы сейчас будете об этом писать, но, тем не менее, я думаю, что, вот, ну, пока, пока, что вот, прямо здесь, да, можно уже задать такой вопрос вам. Ну, вот, ну, как бы, просто вопрос вот на подумать, вопрос на подумать, скажем так. Что вы имеете в виду под «всрываюсь» и что вы имеете в виду под «прощаюсь»? Дело в том, что сейчас это выглядит, как то, что вы, ну, надеетесь на его изменения. Сейчас это выглядит, как будто бы вы ожидаете каждый, ну, ожидаете каждый раз от него некоторых, значит, перемен. Вот, ну, по моим ощущениям, по крайней мере, вот, вы ждете от него каких-то перемен, вы ожидаете от него этих перемен. И каждый раз вы как будто бы прощаете, ну, прощаете его, да, вот, ну, с некоторыми ожиданиями этого, как будто бы. Вот, то есть, вот, вот такая вот история, ну, так это выглядит, по крайней мере. Так это выглядит, вот, ну, сейчас, если мы говорим о вашей ситуации, которая... Вами, опять-таки, описывается, описывается, да, вот. То есть, что вы вкладываете в то, что вы взрываетесь, и что вы вкладываете в то, что вы его прощаете, эээ, ну, прощаете. Вот, давайте как-то вот постараемся с этим, с этим раздобраться по возможностям. То есть, эээ, ну, срываетесь вы на что, и как вы его прощаете. Да, то есть, вот, ну, конкретно, прям вот, да, вот конкретно, буквально, как вы его прощаете. То есть, как это происходит, эээ, ну, вот, в вашей активности, в вашей, вот, психологической реальности, как происходит то, что вы его прощаете. Вот. Это, на мой взгляд, довольно важный и довольно серьезный момент. Дальше. Такой был уже страст, он обещает, что больше не будет, но все опять начинается сначала. Да, вы ожидаете чего-то другого, другого. Недавно был пьяный, и, эээ, ушел на то, что он ушел пить с соседом на несколько часов, оставив меня дома одну, хотя обещал прийти через 15 минут. Во-первых, тут вы, скорее всего, ожидали другого поведения с его стороны, это первое. Второе, это то, что, судя по всему, вы его именно ждали, то есть, вы не переключились на свои занятия. Приходит через два часа, я ему начинаю возникать, мол, если сейчас пойдешь дальше набухать, мы расстаемся. Соответственно, вы пробегаете к манипуляции. Манипуляция, которая не подкрепляется действием, является обманом и, соответственно, обесцениванием вас. Он заявил, я пойду гулять, я еще погулять не могу, все время и так на зеброводе. Начал, когда ты детей мне родишь, тогда и поговорим насчет моей выпивки. Что сейчас от тебя толку? Я в шоке и дуреветь. Такого мне ни разу не говорил, хотя может он по пьяни это сказал, может я это слишком близко принимаю. Да, а вот, с чем связано то, что вы близко это принимаете? Ну, то есть, вот буквально, да, с чем связано то, что вы близко это принимаете к сердцу. Ну, то есть, очевидно, что вы это принимаете близко к сердцу. Вопрос в том, каким образом для вас это становится возможным, что вы это принимаете близко к сердцу. Вот. То есть, ну, условно говоря, вас это задевает как-то, да? Вот. Например. Например. Например, вас это как-то задевает, допустим. или, может быть, здесь есть, ну, вот, что-то еще, да? Вот. То есть, это вот то, на что, мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. То, что вы принимаете это близко к сердцу, то, что вас это задевает, вот, то, что вас это задевает. Очень важно этот момент рассмотреть. Подробнее, да, чем лучше вы этот момент сможете для себя рассмотреть, тем для вас будет, опять же, лучше. Как вы конкретно это воспринимаете, как вы понимаете, что вы близко к сердцу это воспринимаете, вот. И, соответственно, что конкретно происходит в контексте того, что вы это воспринимаете близко к сердцу. Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, очень важный момент. Дальше, да, вы идете плакать, что это за чувство, это боль, да? В общем, он ужил опять, сказал, покурить на пять минут. Я реву, приходит только через два часа, просто принес, и говорит, прости меня, пожалуйста, я тебя очень люблю, иди обниму. То есть, вы два часа рвете, получается. Такое повторяется практически каждую неделю. Я прощаю, опять, и потом все снова. Так, а... Как именно, именно-то вы прощаете? Вопрос в другом. В моей группе есть мальчик, который ко мне неравнодушен с первого курса. Я к нему в равнодушность была, сейчас мы перешли на четвертый. Значит, этот мальчик вам дает компенсацию вашего состояния, да? Вот. Ну, по факту. То есть, вы, условно говоря, жертвуете собой в одном, да? А вот, вы как-то, ну, обесцениваете себя в одном. И, соответственно, вы, ну, требуете такой вот компенсации и хотите такой компенсации в другом, получается. Ну, по сути. Вот. И мальчик этот. Кстати, интересно, что вы называете его мальчиком почему-то. Вот тут точно такой довольно интересный, как мне кажется, момент, да? Что вы, что вы называете его именно мальчиком. То есть, это вот, знаете, такое вот, ну, в какой-то степени, да, пренебрежение, что ли. Вот. То есть, опять же, здесь вы демонстрируете, я бы сказал, свою предрасположенность к созависимости. Опять же, потому что мальчиком, мальчиком, мальчиком можно назвать человека, на которого вы смотрите сверху, сверху вниз. Можно назвать человека, ну, вот, на которого вы смотрите с позиции силы, к сожалению. То есть, вот, ну, это выглядит так, что вот вы смотрите на это, на него тоже не смотрите с позиции силы, к сожалению. Позиция силы предполагает, что вы должны быть, ну, что вы должны быть сильнее. Позиция силы предполагает, что вы требуете от себя, ну, как-то вот быть, быть сильнее. Вот. Хотя, хотя, необходимости в этом, такой вот острой прямо необходимости в этом, пожалуй, что нет. Нет. Вот. Но, судя по тому, что вы описываете, она, вот, у вас, видимо, как-то есть эта необходимость. Ну, эта необходимость. И вот с этой необходимостью в том числе необходимо работать. Вот. Как вы приходите к тому, во-первых, чтобы, во-первых, чтобы компенсировать, это первое. Да? То есть, вот, чтобы компенсировать. Вот. С одной стороны, это понятно, что вы здесь компенсируете. С другой стороны, нужно, чтобы вы, чтобы вы как-то вот сами себе в этом, вероятно, ну, что ли признались, да? Вот как-то увидели, это прочувствовали, вот то, что вы компенсируете. И узнали и прочувствовали также то, что вы относитесь к человеку, ну, вот, как я уже сказал, вот, с такой, ну, с такой позиции. Позиция не совсем здесь, на мой взгляд, является корректной, ну, в этом смысле слова. То есть, эта позиция является, скорее, вот, деструктивной. Дальше. Значит, он делал первый шаг в общении, звал в кино, я ему полгода назад сказал, что у меня это молодой человек, он был в шоке, но продолжили общаться по его инициативе. То есть, здесь вы пассивны, да? Получается, насколько вы активны в одном, насколько вы пассивны в другом. Слушается, такой десбаланс. Он мне никогда не нравился, но не мой, это идеал. А вы ищете идеального мужчину, вы стремитесь к идеалу, в таком случае вы не видите личность, вы видите только свой образ. Так, противоположник моего МЧ, он не курит, не пьет, а мой курит и пьет. А вот вы так противопоставляете, но говорите, что он, что ваш сокурник не идеал. То есть, по вашей логике это получается, что ваш идеал это тот, кто курит и пьет, просто. Да, и все-таки я состоял в отношениях, зачем мне смотреть на него. Понимаете, это интересный момент, дело в том, что тот факт, что вы состоите в отношениях, как вы говорите, вообще-то не отменяет тех чувств, которые могут у вас возникать, к, ну, мужчинам, вот. Понимаете, да? Отношения, это всего лишь статус, и не более того. Это всего лишь статус, ну, отношения, это статус. А чувства, ну, вот ваши чувства, например, к тому или иному человеку, это совершенно другая история. Вот. То есть, именно, ну, именно чувства, это совсем другое. Поэтому то, что вы так противопоставляете отношения и чувства, говорит о том, как раз-таки, что себя вы, вероятно, не слышите. То есть, вы говорите, да, о, ну, вот о том, что слушаете свое сердце, вы говорите о том, что как-то вот сейчас у вас сердце молчит, а вот по тексту получается, что вы себя не так-то уж и слышите хорошо. Вот. Склонны себя, склонны себя обманывать в этом смысле. И так далее. Дальше. Он мне всегда помогает, с гостем, я, благодаря его помощи сдала очень сложный экзамен, насколько мы благобарны, что, мне кажется, что у меня к нему просыпаются чувства. Да, то есть, вы позволяете ему себе помогать, нарушая ваши личные границы и путаете благобарны, что, значит, в э... э… 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 эаль… ну… э э, с чувствами. Во. Понимаете, да? То есть очень важный момент, что благодарность, именно вот благодарность не чувства, ну, к человеку, то есть благодарность не есть чувства, благодарность не есть любовь, но вы как будто бы склонны эти вещи путать. Проблема вот в чём, чувства из благодарности они порождают дожествование. А вот какая тут вот в данном случае проблема. Вот, то есть если вы чувствуете благодарность к человеку, то чувства, которые, ну, в дальнейшем у вас могут проявиться, например, к нему, это уже больше связано именно с долгом. То есть, а, как бы говорите вы, я тебе благодарна, да, поэтому я тебе там, ну, гипотетически я тебе что-то должна. и в этом смысле, в этом смысле отношения, ну, ваши, выстраиваются вот по такому, к сожалению, принципу, вот, что является, конечно, ну, очень серьезной проблемой, является угрозой для того, чтобы выстраивать здоровые чувства, вот. Здоровые отношения, простите. Понимаете, да? Какая штука. И это, конечно, вот тоже является одним из серьезных моментов, которые я бы, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше, я думаю о нем, хотя у меня есть МЖ, мне стыдно за мысли свои, будто я изменяю этими мыслями. Да? То есть, у вас здесь есть чувство вины и внутренних запретов. То есть, два года терпеть то, что вам не нравится, нормально. Сказать эти к позитивному, ну, к позитивному отношению не нормально. Не могу сказать, что я не люблю своего нынешнего, но и не могу сказать, что у меня чувства к моему однокурснику. В этих чувствах нужно разобраться, потому что, что это за чувства, я бы сказал, пока не ясно. То есть, какие чувства у вас к вашему молодому человеку, да, как я чувствую вас к вашему сокурснику, вот. Как-то это все в данном случае не очевидно. И именно, вот, именно в силу, ну, в силу, в силу того, что не очевидно, это нужно, ну, поисследовать. Понимаете, да? Да. Вот. То есть, если вы любите своего молодого человека, то расскажите попробнее, как именно и что вы понимаете под любовью к нему. Вот. А если у вас есть чувства к однокурснику вашему, то это тоже то, на что нужно обратить ваше внимание. Вот. Ну, то есть, я имею ввиду, что это тоже, нужно посмотреть, что это за чувства к однокурснику. Что они всегда представляют, эти чувства. Вот. Потому что чувства могут быть разными, вот, вы можете в них, ну, как-то путаться, да, вы можете в них не разбираться. Вот. А психолог, как раз, может помочь вам разобраться с этим, разобраться в себе. Вот. Если, конечно, вы этого хотите. Дальше. Мне стыдно даже думать о том, если я предложу ему расстаться. Я сразу его любил и когда был дрезвый, когда с ним счастливый, когда он дрезвый, мне очень стыдно думать о таком. А как вот сопоставлять стыд от мыслей о расставании и то, что он выпивает? Когда он дрезвый, ну, лапочка, я хочу с ним семью, когда он пьяный, я его ненавижу, видеть его не хочу. Сразу думаю про расставание. Это говорит о том, что вы не доверяете себе и, в общем-то, не опираетесь на себя. В данном контексте история про семью – это история про слияние. То есть вы стекаете к слиянию. Дело не в семье, а в личности, в личности человека. Я не знаю, как это сделать. Он будет писать, звонить и заявлять, что жизнь без меня не может. Такого больше не говорится. Смысл его жизни очень любит меня. Как обычно, я ему сопрощу и поеду к нему. Это привязанность, с ней нужно работать и это чувство вины. Расставаться мне не очень хочется, так как мне не с ним было общаться. Я ненавижу один и отчество. То, что вы ненавидите один и отчество от нас ждете, что вы не принимаете что-то в себе. Перестать думать о другом барне я тоже не могу, как бы не хотелось. Боюсь, что он найдет себе завтра девочку и прекратит с ним общаться. Что для вас это будет означать? Буквально два-три месяца назад у меня было неприятно, и мне просто сырно было ему сказать, что я не хочу с ним общаться. Ну, здесь история про то, что у вас есть потребности. Вот. Здесь история именно про ваши потребности идет. То есть у вас есть потребности, вы пытаетесь эти потребности реализовать. Ну, вот я имею в виду, он вам может быть и неприятен как бы был этот парень. Но, поскольку у вас есть определенные потребности, то человек автоматически становится приятным. Потому что так мы по сути объясняем себе то, что мы не удовлетворены. И человек автоматически становится приятным. То же самое, кстати, может казаться и вашего молодого человека. Вот. С ним может быть похожая история. С ним может быть такая же система, что вы от него чего-то хотите. Например, вы и хотите, ну, допустим, семью с ним. Вот. И, соответственно, поэтому вы терпите его какие-то поведенческие моменты, которые вам не принесли. Пожалуйста. Так. Даже если я расстанусь со своим МЧ, отвечу другому своими чувствами, я не знаю, что у нас получится, да и получится ли. А откуда вы должны знать и откуда у вас мысль о гарантии. То есть вот как вы приходите к тому, что вам хочется гарантии. Может будет еще хуже, чем с моим нынешним. В итоге я пожалею от того, что ушла от своего МЧ. Такое ощущение, что вы одна вот быть не можете. На себя вы не полагаете, что вам нужно уйти от кого-то к кому-то. Понимаете, да? В общем, ситуация очень запутанная, может я зря об этом думаю. Нет, она не запутанная, она абсолютно ясна, что вы себя довольно сильно обесцениваете и принижаете. Может моя судьба такая связать жизнь с алкоголиком. Вы это серьезно? То есть вы считаете себя достойной этого? Правильный путь мы вам выбрать не поможем, потому что правильного пути не существует. А вот разобраться в себе и помочь вам разрушить свои противоречия, научиться себя лучше слышать и личностно выросли это очень даже. Но это запрет, это запрос на психотерапию. Обращайтесь. Всего самого доброго и удачи.